ну что всем привет сегодня 1 января до 2 часа ночи по нашему времени в общем хочу еще раз всех поздравить с новым годом я думаю что новый год будет очень хорошим очень продуктивным поэтому всем вам просто желаю простого человеческого счастья и сейчас наверно настало время подвести итоги ну что всем привет наверное интересно успел или не успел делать ремонт давайте наверно начнем сразу говорю сейчас начнутся критика я критику это знаю потому что потому что у меня прораб дальтоник ну вот здесь у нас шкаф да шкаф купе что и бывшая жена тоже останется довольна с мужем они тоже пытаются кататься и конечно же конечно же сейчас я все-таки дождусь дочку еще раз не прокачусь и потом мы с ней пойдем уже на другую горку потому что ну здесь тяжело надо учиться сразу с нормальной горок кататься одни вот как тебе отдых город контраст только вчера здесь были снегу до пола вчера вот под открытым воздухом а теперь ножки скрывают я первый посмотрю что там расскажи свою станцию без тебя раз жизни съехал в красной горке рассказывай ну ты чё как в капец как в сериале капец ты чё скажи потери потери говори рассказывай ну нормально а ничего что ты разговариваешь со шлемом кстати твоя мама нам звонила мне кажется она сейчас будет ругаться на нас а там же наверное сказалось что мы на красную поехали ну да а где там черная не черное здесь нету на ночном катании черное то мы с вами проехали по самой сложной горке прикольно но при всеми такой сложный да конечно не такая сложная ты научился вдоль просто ездишь и все вдоль правильно а ты получается ты видишь а я прям очень ты вот так получается тебе сложнее ты скорость набираешь как я раньше бешеную а так я даже с тобой с другой дугнаться не боюсь не боюсь и потому что мне страшно вот так вот что ты посоветуешь тем людям которые думают ехать или не ехать в город Сочи и кусаться за лыжи прям сразу можно в первый день только приехать на лыжах и все но еще скажи чтобы они выбирали меня да еще конечно можно с квартиры у папы вот вы можете приехать и покататься я знаю то что вам понравится я прям точно знаю что вам понравится да быть такой не могу чтобы вам не понравилось вот а если вы купите квартиру тогда будьте самыми счастливыми людьми на свете потому что у вас будет и квартира а еще рядом и лыжа и вы будете жить в Сочи а ещё рядом море В общем, ребенок плохого вам не скажет, в общем, приезжаем в город Сочи, да. Всем привет, и сейчас я оказался на любимом пляже моей дочери. Сегодня у нас такая погода, смотрите, какие прикольные волны, интересные, смотрите. Это у нас пляж Альбатрос, который находится в районе Новый Сочи. Это спуск был для меня самый эмоциональный. Сейчас на спло. Вот этим спуском я остался довольный. Потрясающие гидовые характеристики. Просто все супер. Ну и, наверное, пора уже закругляться. Ну, а с вами Максим, компания Риты Сочи, мы с вами катаемся. Итак, давайте немножко скажу свои, так скажем, ощущения от катания. Я вот здесь вот в этом сезоне, наверное, второй раз только. Ну, что я могу сказать? Конечно, горький город прикольный, хорошо. Но с Роза Хутор даже рядом не стоит. Горький город, ой, горький город. Газпром, говорю, это ночные катания, там просто супер, просто потрясающе. Но если вы ходите днем, вот реально цена вот, сколько там, в 500 рублей вроде на скипас. Но здесь эмоций больше ты получаешь. Опять же, сегодня очень хорошая, классная погода. И, так скажем, больше из подъемников я уже, честно скажу, я еще два раза на одной горе ни разу не съездил. Каждый раз съезжает то одно, то другое, то третье. Только вчера снимал у нас, получается, сюжет, какая у нас классная погода, да, светло, солнышко светит, да, просто потрясающе. И, видать, меня кто-то заглазил. Давайте я вам покажу вид этого скрытения, да, собрался я у нас ехать на Красную Поляну, да, посмотрите, не слежу. А в итоге, оказывается, снег-то рядышком, вот он, на пенсионере. Итак, всем привет, с вами Максим, компания Лидер Сочи. И как вы думаете, где мы сейчас едем? Ну-ка, 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 все верно. Мы с вами едем в Сочи. Посмотрите, какая классная у нас дорога. Какое ощущение, как будто мы оказались с вами в Самаре или в Санкт-Петербурге, либо еще где-нибудь. Очень много снега выпало. Супер, просто потрясающе. Многие у нас на работу не выехали. Всем привет, я первый раз в жизни оказался на океанаре. Смотрите, видите, такая вот есть акула, похоже на мою лучшую. Давайте как красиво. Как будто мы оказались с вами в сказке. Очень красивые деревья Всем огромный привет Сегодня 23 февраля Я хотел бы поздравить всех парней, мужчин, мальчиков Пацанчиков, дедушек С этим праздником Особенно тех, кто служил в армии Ну и так, уважаемые мои подписчицы Да, подписчицы И те, кто мне добавился в друзья И кто у меня есть в друзьях Я постарался для вас сделать Ну, небольшое такое поздравление от себя Не знаю Я, конечно, проявил инициативу Инициатива бывает наказуема В общем, я знаю, что найдется какая-нибудь Одна из, так скажем, девушек Которая скажет Макс, удали Я там плохо вышла или еще что-нибудь Мы постарались выбрать Самые лучшие фотографии, которые у вас были Вконтакте, в Фейсбуке В Одноклассниках И я просто хотел вас поздравить Я не знал, как это сделать На самом деле, это очень большая работа Это сделать И, девчонки Бабушки Прабабушки Девочки Девушки Женщины Я поздравляю вас с 8 марта Желаю вам, чтобы вы были самые счастливые И чтобы праздник у вас продолжался Не только 8 марта Но и все последующие дни И, конечно же, конечно же Я знаю, что любая из вас Это украшение любого мужчины Всем привет! Сейчас нахожусь возле жилого комплекса Золотой голос Не знаю, слышно вам или не слышно Сейчас я на секундочку отключу Всем привет! 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 Всем огромный привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Еще раз Сколько квадратов и цена? Практически 2 860 метров. Здесь делаешь подиум. Здесь ставишь шест. Две комнаты, две кровати. Лежат, смотрят, танцуют. Здравствуйте. Я же тебя нарушил? Да. Что? Автобус объехали. На полосе с отличным движением. Сейчас струится вот этого автобуса на полосе с отличным движением. Видеофиксация у нас имеется. Давайте посмотрим. Все красиво, все оригинально сделано. Вот такая лестница оригинальная идет. Идет на второй этаж. Давайте посмотрим с вами, что же у нас на втором этаже. Ну, если бы я была девочкой, я бы сказал бы, вау! Вот об этом я и мечтала всегда. Ну, я мужик и тоже скажу вау. Потому что реально классно, смотрите. Все сделано просто потрясающе. Вот посмотрите, чтобы было понятно. Очень много места. Хорошая просторная спальня. Еще и секрет есть. Обалденный шкаф. И вот он самый секрет, да? Нифига себе! Нет. Нет. Мальчишка, ты это видел? Ты это видел? Смотрите, что здесь. Здесь, только хотел сказать, можно любовников встретить. Спятой, точнее. Здесь любовников можно спирать десятерых. Посмотрите, как все классно сделано. Ванна. Ну, нет. Вам нужно смотреть на мою рожу, лица это мой. Нет. Конечно, классно все сделано. Так. Всем еще раз привет. В Питере погода не особо балует. Ну, блин, в целом нормально. Дождя нету. Итак. Сейчас я встретился с одним из своих подписчиков. Блин. Такой нормальный. Такой позитивный. Такой у нас коренной житель Санкт-Петербурга. Ну, как он говорит, я с ним согласен, солидарен Ленинграда. Нет, нет, нет. Подожди, аккуратно. Подожди, 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 подожди. Я ближе подведу. Я ближе подведу. Да ладно. Ты прикинь, а? Да ладно. Итак, всем привет. У нас Орск не терпит нарушителей. Поэтому мы с Лехой как два... Блин. Как два человека, которые не смогут найти общий язык с этими гаишниками. Так, всем огромный привет. И сейчас мы с вами идем на Красную Поляну. И я пытался сделать так, чтобы квадрокоптер за мной следил. Итак, всем привет. Ой, кто это? А, ну да, всем привет. Мы сейчас находимся с вами. Знаете где? 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 Вот здесь. А как это место называется? Вот так вот мы выгляделы. Где-то находимся. Сказали. Да, вот нас немножко обмазали. Ты, наверное, мальчишка сейчас подумал, что говно. Нет, не говно. Какие еще варианты есть? Если дочка кушает, значит не говно 100%. Я, конечно, не кушал, но она говорит, что вкусно. Что это? Ну, еще варианты. Нет, не куриный помет, как ты подумал. Давай, Настя, еще раз попробуй. Нет, не то, что ты подумаешь. Нет, нет. Я теперь настоящий шоколадный заяк. Всем огромным привет. Привет. Да, 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 да. И вот мы сейчас здесь сидим. А, вот так вот, наверное, поднять надо. Вот так вот, да? Так будет лучше видно. И зачем я решил сейчас сделать трансляцию ночью? Ну, многие из вас спят, и у многих уже, я знаю, что меня многие смотрят, ну, как бы с регионов, Сибири и так далее. И сегодня я хотел бы поздравить всех отцов с праздником День Отца. Да, да. Многие из вас, наверное, скажут, какой праздник, такого праздника не существует. На самом деле такой праздник существует. Появился он в Америке в 1909 году, когда, в общем, одна женщина решила увековечить память, так скажем, своего отца, так скажем, которую воспитали. Ну, он занимается со Светланой ее воспитанием. И, на самом деле, как бы, я не знаю, смог бы ли я к чужому ребенку относиться так, как он относится к моей дочери. Моей забилов. Итак, прошла минута и два номера. Итак, всем огромный привет. И сегодня так получилось, что я первый раз, наверное, за все это время, я оказался рано дома. Потому что у меня болит башка ужасно. Ну, реально, голова болит просто жесть, как. Дочка у меня сегодня говорила, что давай попробовать голова тебе пройти без боли, ну, как бы без таблетки. И в итоге мучила меня почти весь день. И потом все-таки мы выпили таблетки. И давайте мы сейчас переключимся и попробуем приготовить для дочки рыбу. Держите. Все. Виталий, начнем с вами по порядку. Дочка просто улыбается. Я могу сказать, вот эта вот была вот такая рыбина, и она никуда не помещалась. И самое печальное, что она почему-то у нас не резалась ни одним ножом. В итоге, сейчас, наверное, дочка сама расскажет, что я решил, как я решил сделать. Он решил положить вот на эту сковородку эту рыбу, налить туда масло, включил сковородку. Поперек. Такой, и все. И жарил ее прям поперек. Она такая висела, там масло горело. Шикарно. Итак, всем привет. И сейчас мы расскажем страшную историю, которая поможет вам, скорее всего, таких, так скажем, избежать ситуаций, чтобы вы не могли так по-русски сказать лохантнуться. В общем, покажем на примере моей сестры. Она у нас считает, что у нее есть два красных диплома, поэтому, зная красными дипломами, ее по-любому никто не разведет, тем более она педагог. Для меня. Не дергается! я понаблюдал за всей этой картиной 15 минут и мне 15 минут хватило поднять у кого получится продавать что-либо, а у кого не получится я вам сразу скажу первый дом кто у нас презентовал я вижу что реально можно аплодировать ему и у него все получится я думаю что он готовит за этот год разменять 100 сделок 100% потому что и желание есть и здесь он вышел самый первый и презентовал и не стеснялся и так далее ух ты блин нифига себе нифига себе вот это ты молодец может не боишь купаться может будешь рыбачить да я не хочу ловить будешь? авторифируется, ну твоя рыбка то вон здесь оказывается есть блин все равно прикольно да Лех? челленка ловить ловить м Успокойся, она азартная, как папа Итак, добрый вечер И сегодня мы с вами съездили на рыбалку Я могу сказать, что рыбалка в Сочи может носить немножко отрицательный характер Поэтому перед тем, как поехать на рыбалку, 50 раз подумайте, нужно ли вам это А в целом все прошло хорошо и замечательно Но еще раз говорю, подумайте, нужно ли вам это А так все хорошо, да, все отлично Расскажу страшную историю Вот так вот у нас радуется собачка, когда нас не видит 5-6 часов Вот так ты всегда нас приветствует Да, Вонечка Поставил рекорд, красавчик Итак, всем огромный привет И сейчас мы оказались на рыбалке Давайте посмотрим, как у нас будет Надежда ловить Ей нравится безумно ловить у нас форельку Вот так вот Я такую сейчас большой ламуть туда насадил кукурузы Тихо-тихо-тихо, куда ты так дергаешь Дай пускай клюнет На самом деле очень красивое и классное место Мне очень здесь нравится Просто нравится здесь даже, можно сказать, безумно нравится Ну, закинь ты немножко подальше, солнышко Ну, я большой шматок хлеба там нацепил А дальше мы покажем вам Уже поймали рыбку И вот здесь вот у нас такая настоящая река Сейчас, сейчас, сейчас Тащит! Ну, не подсекла Давай еще раз, Лава, чуть посильнее дергать Ну, бывает, видите, сошла Џ-ху-ху-ху Ничего себе Ааааа Ааа Итак, приветствую свои друзья и гости канала и у нас открывается новая рубрика, да, байки от Максима Коломейцева. Зачем они нужны? Ну не знаю, кому-то интересно, кому-то неинтересно, кому неинтересно пройдет мимо, а кому интересно посмотрит, улыбнется и пойдет дальше. Сейчас я точно хочу жить в центре и родители тоже хотят жить в центре. Соответственно маме у нас исполнилось 56 лет, поэтому конечно нужно поздравить, ну и постараемся сегодня сделать все, что было возможно. В общем, доехали нормально, хорошо. Теперь осталось прям совсем чуть-чуть. Нужно, не может это делать. Ну, я считаю, что еще даже такой более-менее живой. Хороший, большой для того, чтобы можно его брать и что-то там придумывать. Три часа? Да, за три часа мы сейчас заплатим. Ну, мне же надо, бля, за снять. Ну, мне же надо, бля, за снять. В общем, едем дальше, там посмотрим. Здравствуйте. Сегодня у нас праздник, сегодня у нас корпоратив, поэтому народ собралось очень-очень-очень много. Все красивые, все с бабочками. Самое лучшее. Здравствуйте, друзья. Да-да, не бритый, но все равно. Посмотрите на нашу красоту. Проходите. shrink Да-да Здравствуйте. Годополучия С Новым 2018 Годом Ну что, ребят, а теперь настало время поздравить всех вас с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, как всегда говорит у меня Надежда. Чего там называют обычно? Счастья, здоровья. Здоровье, счастье? Да. Или как еще? Или счастье, здоровье. Я думаю, здоровье, счастье или… Конечно, мы это шутим, просто вспоминаем видеоролик на Ютубе, который такой есть. Счастья, здоровье называется, рекомендую посмотреть, чтобы у вас поднялось настроение. Вам всем желаем Год собачки, Год нашей Поньки, чтобы у вас все было отлично, чтобы друзья были преданы, как собаки. Конечно, плохо говорю, но смысл этого не теряется. Для того, чтобы вы могли на них положиться, как я могу положиться на… Как я могу положиться на надежду, на мою любовь. Ну и, конечно же, хочется, чтобы у вас все ваши желания сбылись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok